МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационная программа «Твои новости» Марина Юрченко. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Этот выпуск последний в 2013 году, и поэтому мы решили сделать его не вполне обычным. Через несколько секунд вас ждет поздравление главы города Андрея Харченко. Дайджест, на наш взгляд, самых интересных событий года уходящего и напоминание о необходимости быть особенно осторожными. Дорогие армавирцы, вот и заканчивается 2013 год, и всегда в конце года принято подводить итоги. Я хотел бы поблагодарить всех жителей города Армавира за совместную работу в течение всего года уходящего. В целом, год для города был успешным. И этому подтверждение те экономические показатели, которые мы видим на сегодняшний день. Самым главным достижением, наверное, и самый наибольший рост и лучших результатов добились такие сферы, как строительство, транспортная сфера, потребительская сфера. Нас каждый год радуют своими достижениями и успехами. Наш промышленный сектор – это основа основ экономики города Армавира. В целом, надо отметить и сказать, что муниципалитет участвовал во всех программах, которые работали на территории Кубани. И благодаря поддержке нашего губернатора Александра Николаевича Ткачева мы реализовали программы в системе образования, и город получил новые детские сады, чего мы не могли себе позволить даже несколько лет назад. Модернизировалась система здравоохранения, решались вопросы в отрасли культура и многие-многие вопросы благоустройства, реконструкции скверов и парков, ремонта дорог. То, что делает наш город с каждым годом все краше, уютнее, зеленее. Я хотел бы особые слова благодарности сказать уважаемым депутатам городской думы, депутатам законодательного собрания края за ту помощь, за ту совместную работу, которая была в течение всего года уходящего. Я также хотел поблагодарить за проведенную работу нашей общественной организации в городе. Я хочу сказать, что многие из них являются лучшими на территории края. Это совет директоров промышленных предприятий города. Это отдельные слова благодарности Совету ветеранов города Армавира, которые на протяжении последних лет и в этом году стали лучшими на территории Кубани. Конечно же, я хотел бы остановиться и поблагодарить наших уважаемых лидеров национальных культур. Достижением, наверное, или уже визитной карточкой на протяжении уже второго года становится тот фестиваль многонациональный Армавир, который мы вместе проводим. Не каждое муниципальное образование может похвастаться, что проходят в городе такие мероприятия. В этом году был обновлен состав Совета молодежи при главе города. И мы рассчитываем, что в будущем году уже молодежь города будет более активна, а мы будем максимально помогать нашей молодежи в решении тех или иных проблем, которые сегодня есть. Заканчивается 2013 год. И я хотел бы обратиться ко всем армавирцам. Я хотел бы поблагодарить каждую армавирскую семью за общий вклад в развитие города Армавира. Пожелать каждому армавирцу, каждой армавирской семье самое главное – здоровья, благополучия, удачи. Пусть в армавирских семьях будет мир, добро, лад. Ну и, конечно же, я хотел бы пожелать нашему любимому городу Армавиру дальнейшего процветания, развития. Дорогие армавирцы, с наступающим вас 2014 годом! Мне надо разобраться с водоканалом, с документами. Пожалуйста. Вот вам талончик. На окошко номер 15. Слушайте номер, вас вызовут. Спасибо. Кто-то выясняет вопросы по оплате в водоканале, кому надо взять квитанцию, кто-то решает кадастровые проблемы. Эти и множество других государственных и муниципальных услуг оказывает городской многофункциональный центр. Он начал свою работу в августе 2010 года. На сегодняшний день здесь можно получить услуги по 109 номинациям. На сегодняшний день, по итогам 2013 года, к нам обратилось около 167 тысяч жителей города Армавира по различным вопросам. И надо отдать должное, что количество обращающихся из года в год возрастает. К примеру, по сравнению с 2012 годом, на сегодняшний день количество обратившихся увеличилось на 5,3%. А порядка 9 тысяч заявителей больше обратилось. Таких показателей удалось достичь благодаря развитию сети МФЦ. Услуги становятся более доступными и более качественными. В этой сфере сотрудниками центра проводится постоянный мониторинг. 95% респондентов удовлетворены качеством доступности предоставляемых услуг. Первый раз здесь. Мне очень понравилось. Я пришла, только нажала на кнопочку, номерочек мне дали. Через 2 секунды я уже сижу. Я сижу, а не стою. Вы понимаете, стулья везде, удобно, ни скандалов, ничего. Решала обратиться, дали документы, какие вам нужны, как танцы, еще что-то. Это очень удобно и быстро для всех. В стенах этого центра осуществляют прием не только муниципальные служащие, работники МФЦ, но и специалисты органов государственной власти и краевые органы. В этом году обратилось порядка 29% населения по вопросам государственной регистрации права, кадастра и картографии. То есть это тоже очень положительный момент, что бесконечные очереди, которые раньше были непосредственно в офисах этих государственных структур, они сегодня ушли, потому что здесь, в многофункциональном центре, они могут получить в режиме одного окна доступно, качественно, очень быстро эти услуги. Муниципальные услуги были предоставлены около 23% обратившихся. Это стало возможным благодаря бюджетным средствам, выделенным в мэрии на программные обновления. То есть, если необходимо решить несколько вопросов, высиживать в очередях и брать отдельные талоны не нужно. Также можно заказать, прийти и набрать талон на предварительную запись, то есть выбрать время определенное, когда вам удобно. Заказать на тот день недели, на определенное время и прийти за 15 минут до этого. Вас будут ждать в указанном окошке, назовут номер, и вы подойдете без очереди. Помимо всего вышеперечисленного, теперь мамы через портал государственных и муниципальных услуг могут встать в электронную очередь для определения ребенка в дошкольное учреждение и отслеживать через интернет, как она продвигается. Кроме этого, в Крае разрабатывается единая программа – система межведомственного электронного взаимодействия. Такого рода инновации позволят на более качественном уровне оказывать все услуги для жителей города. И благодарить есть за что. Совершенно новый детский сад подарен жителям Северного микрорайона. Меньше года назад началось его строительство. Ударными темпами в три смены здесь трудились рабочие. Край своевременно финансировал процесс, чтобы в преддверии дня города, 20 сентября, детский сад номер 18 «Непоседы» был торжественно открыт. И все получилось. Это действительно по праву один из лучших, а, наверное, это лучший детский сад в городе Армавире по подходу, по отношению к строительству. Но ничего бы этого не было, если бы ни программа губернатора, ни поддержка нашего губернатора Александра Николаевича Ткачева. Я хочу сегодня через Наталью Савнунаумову, которая по поручению губернатора присутствует с нами на торжественном открытии нашего детского сада, передать слова благодарности от всех армавирцев, от армавирских ребят, за то чудо, которое подарено городу Армавиру. За последние пять лет открытие новых детских садов в Армавире стало уже доброй традицией. Разделить радость горожан и оценить новый детский сад приехала представитель краевой власти, министр образования Наталья Наумова. В этот предолимпийский 2013 год, можно точно сказать, что Армавир по-настоящему устанавливает олимпийские рекорды и в этом движении. В этот великолепный праздничный день, день города, в день открытия нового детского сада в Северном микрорайоне, позвольте поздравить вас с этим праздником. И от имени нашего губернатора Александра Николаевича Ткачева и вице-губернатора Галины Дмитриевны Зориной передать самые наилучшие пожелания. Открытие нового детского сада – это решение сразу нескольких проблем. У родителей появилась возможность определить свое чадо в дошкольное учреждение, а у педагогов – получить новое рабочее место. За это событие благодарны были все. Дорогие Наталья Александровна, Андрей Юрьевич, хотела бы с вами обратиться с такими словами, со словами благодарности за чудесный дом, который вы нам создали. Пришло время перерезать традиционную красную ленту. Взяв в руки золотые ножницы, глава города Андрей Харченко и воспитанники детского сада сделали то, чего все так долго ждали. Просторный и уютный детский сад перед своими гостями распахнул двери. Здесь все как положено. Спортивные актовые залы, пищеблок, спальни с новенькими кроватками, игровые комнаты, красивые игрушки, которые ждут своих хозяев. Не хватает только детского смеха. Но он зазвучит здесь совсем скоро. Праздничная часть подошла к концу, и только 1 октября в детском саду начнутся трудовые будни. У 280 малышей начнется новая жизнь. Наталья Замора, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Настоящий казачий край Атамани раскинулся на Кубани. Здесь все как 200 лет назад. Куреня, песни под гармонь, зажигательные танцы. А сегодня в Атамане праздник, куда собрался весь Краснодарский край. И таким весельем была охвачена вся Атамань, этнографическая станица Кубани. А гулял народ не просто так, свадьбу отмечали. Все по казачьим традициям, как говорится, пир на весь мир. Свадебные столы, ломящиеся от кубанских яств, озорные сваты и, конечно, молодая стеснительная девчина и удалой казак-жених. Субтитры создавал DimaTorzok Жених целует невесту, обещают они любить и уважать друг друга до самой старости. Вот так женились казаки на Атамане. Сегодня, спустя 221 год, в Краснодарском крае возрождаются казачьи традиции. Армаверка Татьяна не была еще невестой, но женой казака уже успела стать. Платье белое, свадебное, делаю я первый раз. Фату, соответственно, тоже. Сама еще не замужем. Очень понравилось. Очень классное настроение, просто потрясающее. И я думаю, очень бы хотелось в будущем, когда свадьбу свою буду играть, очень бы хотелось именно в традициях казачества сыграть свадьбу. И такая свадьба празднуется в каждом казачьем подворье этнографического комплекса. Настоящий свадебный бум в хуторе был устроен в рамках Всекубанского фестиваля «Легенды Атамани». В этот раз его обозначили свадебной тематикой от Малиновки до Атамани по мотивам известного фильма «Свадьба в Малиновке». Армаверская делегация является постоянным участником праздника. В нашем подворье представлено более двухсот артистов. Это наши ансамбли и русская песня, и сударушка, театр Буф, детские ансамбли. То есть у нас очень хорошо, на подворье постоянно весело звучит музыка. Здесь представлена вся наша богатая Кубань. Есть что посмотреть, есть чему удивиться и есть что перенять. В этот день в Атамане собрался весь честной кубанский народ. Колорит казачьей жизни краевыми муниципалитетами был передан очень тонко. Даже кони, без которых казак, не казак, красовались на подворье. А вот конь был неотъемлемой частью каждой казачьей семьи. На него уже садили ребят, начиная с трех лет. Да и гулянка не обходилась без тоста за коня. Как говорят казаки, коня, саблю и жинку не отдавай никому. Куда ни посмотри, везде песни и пляски. По улицам на лошадях трусцой проезжают казаки, гуляют местные жители. Даже и не скажешь, что Атамань – этнографический комплекс. Это настоящий казачий хутор. На Всегубанское гулянье приехали и первые лица края. Вице-губернатор Галина Золина прошлась по всем атаманьским подворьям. Заглянула и в наш Армавирский курень, где ее встретили Самба Пандопола и Яков Александрович Бойко. На данный момент преступники не задержаны. В Абберином мне гарнизоне все спокойствие. Убийств нет, раненых нет, больных тоже нет. Докладывал командир атаманского гарнизона Яков Александрович Бойко. Все есть, все. Здравия, Зоя, дорогие ребята! Пока свадьбу пели и плясали, на центральной площади хутора постепенно собирались люди на главное зрелище – выступление кубанского казачьего хора. И вот тут-то началась самая яркая свадьба атамани. Сообрази что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. Давай! Свадьба, свадьба, свадьба! Свадьба начинается! Только жизнь в колоссиках на свадьбе завершается! Свадьбу сыграли, но на этом праздник не закончился. С торжественными речами ко всем гостям обратились представители краевой власти. Сегодня наша атамань – не просто туристический центр, куда приезжают тысячи гостей со всей России. Сейчас это настоящая станица со своим укладом, настроением, ожившими легендами. Земля атамани помнит многое. Ровно 221 год назад на берег высадились первые черномурские казаки. Здесь зарождалась наша Кубань. Я поздравляю всех, кто приехал сегодня в атамань. У меня такое чувство, что я попаду на одну большую красивую свадьбу. Поэтому дай Бог, чтобы пора свадеб у нас была щедрой, долгой, а все свадьбы на Кубани, все семьи на Кубани были счастливыми. Веселье продолжалось еще долго, расходиться никто не собирался. Целых два дня в казачьем хуторе, этнографическом комплексе «Атамань» продолжались народные гуляния. Наталья Замора, Александр Жирелеев, Служба новостей Армавира. Самолет X-12H – самый маленький самолет в мире с уникальными летно-техническими характеристиками. При сухом весе в 54 килограмма он способен поднять 200, что в 2,5 раза больше его веса. Иными словами, это настоящий авиационный муравей. Длина разбега и пробега всего 30 метров, время сборки – полчаса. Способен подняться на высоту 3 километра и развить скорость до 200 километров в час. К такому результату конструктор Виктор Дмитриев шел четверть века, создав за свою жизнь более 30 самолетов. «Когда пошли хорошие результаты, начиная с 1979 года, ко мне стали приезжать авиаторы, конструкторы из Москвы стали приезжать. Потом это впоследствии из-за рубежа стали приезжать. Лично этот самолет, кстати, его осматривали космонавты. Свои самолеты выставлял на международных авиационных салонах. В Советском Союзе, в России, в Германии, в Соединенных Штатах Америки. Они везде вызывали повышенный интерес». Самолет Х-12H в 2010 году высоко оценили на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий. Там он был удостоен золотой медали. А совсем недавно, в начале сентября, Армавирский аэроклуб представил детище Виктора Дмитриева на МАКСе-2013 в Международном авиационно-космическом салоне. На выставке самолет вызвал широкий интерес у авиаконструкторов, летчиков-испытателей, представителей мотора и авиастроительных компаний. Российской академии наук. Изобретение получило немало положительных отзывов. Перед пуском производства дело стало за двигателем. В ноябре его привезут из Рязани в Армавир. «Мы поставим эту машину и облетаем ее с этим двигателем. Если характеристики двигателя подтвердятся, то уже дальнейший вариант будет – это поиск финансирования и выпуск этих самолетов. Сначала мелкой серии, а потом мы надеемся, что в Армавире будет сделано новое производство по выпуску самолетов». Кроме простоты в управлении, самолет не требует пилотского свидетельства и регистрации, а значит, за него не нужно платить транспортный налог. Настоящий воздушный мопед. Таким образом, то, что было ранее сюжетом фантастических фильмов, вполне может стать реальностью. Дарья Топчева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Маленький озорной Алекс резвится и играет. Сейчас трудно даже представить, что из этого большого котенка вырастет грациозный важный царь зверей – лев Алекс. Животному пока 4,5 месяца и весит он около 15 килограммов. «Кушаем мы по 300 грамм три раза в день, плюс яйца, плюс молоко, друзья. Но мы за неделю очень хорошо поправились. Он уже стал кабаном. Надо играть как с большим котом, но самое главное не забывать, что хищник. Рукой, которой куришь, бить нельзя. Не позволяет садиться на голову». Приехал львенок в Армавир из Новороссийска. В Мандагаскаре он живет уже больше недели. Трудностей с Алексом пока никаких нет, признается хозяйка зоопарка Елена Жукова. Живет в доме, кушает немного, покошачье. Вот когда он подрастет, тогда будет сложновато. Взрослый лев в день съедает до 10 килограммов мяса. Причем свинину ему давать нельзя. Да и в доме места ему будет маловато. Сейчас для Алекса жилище уже строится. Просторный вольер. «Позвонили люди с Новороссийска. Сказали так, хотим отдать льва в хорошие руки. Только одно условие. Сделайте для него такой же царский вольер, как и само это животное. Льва привезли, лев шикарный. Теперь ищем шикарного опекуна для строения вольера. Вольер уже ведется. Вольер будет весь вместе с зимником, а зимник обязательно ему и с летником. Где-то он будет 15 на 10. Вольер шикарный». Теперь и у обидателей Мадагаскара настоящее государство – жителями и царем. Вместе с Алексом в зоопарк приехали еще новые животные. Лань Кассиопея родом из Архыза. Ей всего полгода. Ведет она себя как настоящая леди. Выходить и сниматься не хотела. Но спустя некоторое время, после уговоров хозяйки, Кассиопея все же решила себя показать. «Вот это лань, лань европейская. Люди подумали, что это олень пятнистая, потому что лань европейская, также бывает пятнистая, но это летом, а в зиму она темнеет. Видите, ручная. Полгода. Люди, которые подарили, они выкормили ее с пипеток. Конечно же плакали, конечно же жалко, но они понимают, что они отдали в хорошие руки». Сейчас молодая лань Кассиопея ждет своего ориона. А пока она живет среди пятнистых оленей. Совсем недавно в Мадагаскар приехала новая семейная пара барсуков. Мефодий и Мадрена готовятся к зимней спячке и не очень-то были довольны, когда их потревожили. Всего же в зоопарке на сегодняшний день проживают 50 видов обитателей. Царь есть, не хватает только царицы. Об этой важной проблеме хозяева Мадагаскара уже задумались. Наталья Полякова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Трудоустроиться в Сочи можно было на улицах Армавира. 9 тысяч олимпийских вакансий преимущественно в сфере обслуживания было предложено горожанам, сотрудниками мобильного центра занятости. Особых требований к соискателям не предъявлялось. Главное – желание и умение работать. В некоторых профессиях требовалось знание английского языка. Они могут прийти домой, подумать, обдумать всю полученную информацию, ознакомиться с информациями, теми, которые сейчас мы информируем, можно на официальном сайте города Армавира. То есть сидя дома, ознакомиться, обдумать все и уже окончательно с решением прийти к нам в центр занятости города Армавира по Тургенево-106 на третьем этаже и уже непосредственно заполнить резюме. В составе резюме можно было и на месте проведения акции. После информация будет передана через специально созданный информационный центр работодателю. Для собеседования ехать в Сочи не придется. Соискателями проведут собеседование по интернету с помощью скайпа. Несмотря на название автомарафона «Кубанские кадры» Олимпийскому Сочи, работа в городе-курорте предоставляется не только на временной основе на период проведения игр, но и на постоянной. Татьяну Первогласенко имеющейся вакансии заинтересовали. Сама она в трудоустройстве не нуждается. Решила помочь бывшему мужу. Здесь очень много вакансий, которые можно подобрать. Возраст не ограничен, если только есть желание, есть возможности и рвение. То есть можно найти любой, по любому характеру, по любому принципу. В субботу акция также состоялась в старой станице Красной Поляне и поселке Заветный. А вот тем, кто не стал участникам автомарафона, расстраиваться не стоит. Всю необходимую информацию по трудоустройству в Олимпийской столице они могут получить в центре занятости населения. Дарья Топчева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. И в завершении выпуска еще одна информация. Власти города в ответ на недавние теракты в Волгограде приняли меры по недопущению такой ситуации в Армавире. Новогодняя праздничная программа на Центральной площади 31 декабря сокращена и продлится до 23 часов 30 минут. А традиционные салюты и другие мероприятия, которые обычно проходят в Новый год после полуночи, отменяются. Также в целях обеспечения безопасности граждан с 29 декабря заступили на дежурство усиленные рейдовые бригады. Сотрудники полиции совместно с дружинниками и представителями казачества будут патрулировать город. Начальник Армавирского отдела МВД Владислав Вечеря призвал всех в ходе рейдов соблюдать вежливость и толерантность в отношении граждан. От имени администрации города я прошу всех руководителей предприятий, организаций и учреждений обеспечить охрану своих объектов от проникновения на них посторонних лиц. Кроме того, категорически запрещается въезд любого постороннего транспорта на территории медицинских и других социальных учреждений. Жителей города Армавира удлительно просим обратить внимание состояния входных дверей многоквартирных домов, обратить внимание на исправность кодовых замков и ни в коем случае не сообщать номера кодовых замков посторонним лицам. Обратите внимание на транспорт, который может быть брошен в ваших дворах. Обратите внимание на предметы и вещи, бесхозные в общественном транспорте. Если вы увидели подозрительные предметы, либо увидели людей, которые не вызывают у вас доверия, просьба в обязательном порядке обратиться по телефону в оперативные службы. 3-2002 это отдел полиции по городу Армавиру, либо 3-2002 это единая дежурно-диспетчерская служба, которая работает в круглосуточном режиме. Таким нам запомнился год уходящий, 2013-й. Каким будет следующий, покажет время. Я же Марина Юрченко прощаюсь с вами. И от имени всей редакции телеканала ТНТ Армавир поздравляю с наступающим Новым годом и желаю только самых добрых новостей. До новых встреч в новом 2014 году. Одежда ведущей предоставлена магазином модной одежды «Новый стиль». Торговый дом «Вилсон», второй этаж.